Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Пока я так никуда не ходила, поэтому просто буду снимать свои домашние дела. Вот решила приготовить хлеб. Сейчас вкратце скажу, как я делаю. Чайник заварила, добавила в столовую ложку сахара, все перемешала, потом сразу же после этого добавляю в стакан холодной воды, чтобы более-менее поменять таблетку, если хотите вода для дрожжей. Я использую дрожжи сухие. Вот такие я использую, они быстро растворенные получаются. Я добавляю столовую ложку, сколько влезет столовую ложку, сколько я добавила. Все тщательно перемешаю, чтобы они растворились в теплой воде. Ну, как по стандарту, у нас бывает чуть-чуть полотенчиком, но она где-то 15-20-20-30 минут, завеснила этот полотенчик. Вот полотенчик такой красивый, там у меня соседка с португалиткой и привезла в подарок, она сама португает в рабочей стаканаде ездить к себе домой в посылку, и пытается мне к вам в подарок. Ну вот, пришло же время, мы его дружины уже подошли. Вот так вот это не выглядит. Сейчас добавляю чайник с солью. Видите, какая пенка пушистая стала, хорошая. Ну все как обычно перемешиваем, и теперь добавляем в пенку. Используйте щетку с утром. Русские зубы. Силы. Пенка пушистая. Моя шатка Добавляем дверей. Пенка пушистая. Это замахивай. Пенка пушистый. Используйтесьwife. Ну, как увидели, после 2 стакана муки, это тесная жидко-ботинка, вот так вот мы берем, вот такую пашу перемешала, ну и сейчас чуть-чуть, вот еще стакан добавила, ну и сейчас буду продолжать перемешать. Ну, одной рукой, конечно, неудобно повышать тесто, поэтому сейчас немножко перемешаю, ну вот так вот у меня получается, тесто еще такое уже сформировалось, конечно, вот там чуть-чуть, вот, но самое главное бы мукой не забивать, чтобы не было, чтобы добавить щит, а не маслицы, чтобы не то, что это было, а где-то, как на чашку, или не накрытие. Ну, вот я перемешала, честно признаюсь, я как-бы не вымешивала, вот, как у многих говорили, там, будет 5-10, ну, 5-10, в принципе, чуть-чуть так, что она вымесила и на 2 полотенки. Ну, вот так она, вроде бы, просто, может, просто, вот так она поднялась, и, по-моему, развертится, ну, по-моему, достаточно. Я, как-бы, не выпекаю традиционно, как буханку хлеба, я их просто делю на такие вот, не знаю, квадратики, прямоугольнички, наверное, и выпекаю сейчас, пока духовка разогревается, я их положу, они еще подойдут, в общем, духовка очень долго разогревается, поэтому, как раз, подходит. Ну, вот, как с 3-мя духовкой все отрелось, сейчас буду выпекать, стандартная температура, как для хлеба, еще сольного. Я не мажу яйцом, поэтому вот такие вот у меня получились, вот, мягенькие, с маленькой корочкой. В общем, быстро выписаться за то, что мы их делаем такими прямоугольничками, полгольными завалями. И теперь мы перейдем к отреям там на сегодня. Это на фарш, яйцо, ну, в общем, всякая вся цена, как обычно. Я добавляю зелез, но ноги не добавляю. Ну, вот, я перемешала фарша, это фарш не дышать у меня. Ну, вот, 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 вот. Ну, сейчас мы перейдем к рису, я рис не отвариваю, сейчас покажу свой рецепт, сейчас я вам покажу начало, пока попробую. Здесь мы смешиваем разные специи, я покажу мою комбинацию специи, ну, соль, как обычно, стандартный, черный перец у меня. Добавляю чуть-чуть корицу, и придаю такой более марокканского стиля, потому что, в марокканской, да, они уже много корицы добавляют. Чуть-чуть корицу совсем, ну, кому как по вкусу может добавлять. Потом я добавляю чмень, у меня перемолотый. Молотый корицу тоже чуть-чуть добавляю. Чуть-чуть поспеску кардамон, буквально щепотку добавляю. Ну, и, конечно, сладкую паприку. И потом на разогретую нашу скалую, добавляю лук, его обжариваю. Обжариваю, обжариваю. Я продаю, чтобы я держала, но его не надо так сильно обжаривать. Добавляем все специи сюда высыпаем, перемешиваем и добавляем рис. Все специи сюда впитал. Ну, как влага испарится с рисом, немножко начинает поджариваться. Буквально чуть-чуть у меня тихо дворится, но можно уже потом добавлять воду. После того, как его добавили, рис хорошо перемешать, накройте крышкой и все. Где-то зависит от риса, конечно, вашего. Ну, я думаю, что минут 15, максимум 20 уже был готов. Ну, вот-вот, что оно у нас было на ужин, котлетки с рисом. Всем приятного аппетита! Ну, сейчас прошел день, нет, два дня прошло. Вот я сейчас хочу посмотреть на наши семена, которые в салфетке мокрые. Если какие-то есть изменения, давайте посмотрим вместе. Ну, вот смотрю, смотрю, ну, вот как будто вот-вот-вот-вот уже начнет пробираться вот этот, например, там и другие. И не все, конечно, но вот пока будем наблюдать. У меня тут, по-моему, не очень хорошо на камере видно. Ну, в общем, надо еще и так, я вношу на полозу, хватит им уже поветриваться. Потом посмотрю через пару дней, что если есть какой-то результат изменения. Вот, хотя показать, это мой острый персик. Вот, у меня тут уже новый перчик первый образовался. В общем, я очень жду посмотреть, какой он будет на вкус. Ну, а сейчас давайте перейдем к посылке. Вот тут у меня две. Вот сейчас я буду первую открывать. Это посылка пришла с магазина Stables. Там продается много электротоваров. Там много мактопы, компьютеры, какие-то телефоны. Мы заказали карту памяти. Я вставлю видео ее цену и за сколько мы купили. Ну, никому не интересно. Ну, вот эта посылка пришла с Алиэкспресс. Сейчас мы тоже откроем. Прошла достаточно быстро. По-моему, две недели. Одну руку разрезаю. Ну, вот такой симпатичный цвет. И на туалеты вылило бы им что-то такое. Размер был танка. Вот это специальный борщ. Устались какие-то маленькие резиночки в подарок с моим заказом. Такие виды. Это я тоже заказаю для дома. Носить в прохладную погоду. Вот такой вот свитерок. Длинненький. Я вставлю, как он выглядит у продавца. Вот. Ну, вот так все вроде бы. Рукав длинный хороший. То есть не длинный. Вот этот свитерок он закрывает сзади им кулаком. То есть он достаточно длинненький, свободненький. Ну, так вроде ничего. Не нашла никаких таких снаружи проблем. Единственное после того, как я померила. Вот я вставлю фотографию. Сбоку выглядит очень странно. Буду открывать спор, наверное. Все деньги, наверное, не буду забирать. Часть за другом. Внутри, конечно, пошив был ужасный. Вот непонятно, какого, что-то такого кошмака. Просто посмотрите. Вот. По всему свитеру непонятно, как прошили. Куски такие остались. Ну, опять-таки, была заказана для дома. Засыпала. Кстати, с прошлого товара, кто смотрел на предыдущие видео, красная кофта. Я все деньги забрала. Кофта у меня тоже осталась. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео, чтобы слишком длинным не получилось. Все. Всем до новых встреч. И всем хорошего настроения.